Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. На портале Добродел проходит голосование по освещению региональных дорог. Ну, хотелось бы, чтобы, наверное, вся дорога освещалась. Подарок к 8 марта от столичных и подмосковных властей. Мы принимаем участие в акции по представлению бесплатного проезда. Соответственно, в троллейбусах проезд бесплатный 8 марта. Тепло большой семьи. Региональная акция для многодетных семей. Меню станет разнообразнее, наверное, у нас теперь. Будем, вот, говорю, печь, запекать. На портале Добродел проходит голосование по освещению региональных дорог в следующем году. У каждого жителя Ленинского городского округа появилась возможность оставить свой голос за тот участок проезжей части, который, по его мнению, нуждается в придорожных столбах освещения. Подробнее о народном голосовании и его лидерах расскажет Юлия Пагасьян. 1 марта Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области запустило голосование на портале Добродел по отбору региональных дорог, которые будут освещены в 2021 году. До 10 числа люди могут предлагать свои варианты, где бы они хотели увидеть придорожные столбы освещения. Сейчас в Ленинском городском округе три лидера народного голосования. Зеленое шоссе – одно из лидеров народного голосования на портале Добродел. Местные жалуются, что поток автомобилей в последнее время здесь значительно увеличился и очень не хватает придорожного освещения. Сейчас очень большой поток идет объездной, потому что пробки на Старокаширском шоссе. И там много фур стоит в вечернее время. И, конечно же, не очень удобно, потому что не очень видно их, хоть они как бы и большие. Тем более, там как бы поворот в микрорайон Южные Горки, опасный участок и угол складов дальше туда, где северный проезд. Да, там они стоят, столбы, но хотелось бы, чтобы, наверное, вся дорога освещалась. По мнению жителей Ленинского городского округа, еще один опасный участок – дорога от Рассаргуевского кладбища до деревни Петрушина. Этот отрезок также в лидерах голосования на портале Добродел. Столбы освещения здесь стоят только начиная со въезда в населенный пункт. Но эта дорога не региональная, поэтому в отборе участвовать не будет. Дело в том, что жители у нас не всегда знают, какая сеть у нас региональная, какая муниципальная. И они сейчас, в принципе, выбирают, какие дороги на карте они хотели бы видеть с освещением. Конкретно в голосование будут отобраны уже участки именно региональной дорожной сети. Мы, в свою очередь, от администрации направили предложение в министерство по основным проблемным участкам, на которых необходимо просто сейчас уже освещение, потому что здесь проходят уже не поля, как было раньше, а уже стоят достаточно крупные жилые комплексы. С 10 по 31 марта министерствам будут отбираться участки региональных дорог, которым посчастливится выйти из сумрака. Количество зависит от финансирования из бюджета Московской области. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ульга Садовская, ВиднетВ. Столичные подмосковные власти приготовили подарок жительницам и гостям Москвы и Московской области. В честь Международного женского дня 8 марта представительницы прекрасного пола смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Об этом известила общественность губернатора Московской области Андрей Воробьев. Сообщение появилось в инстаграме губернатора. В нем говорится, цитата, «Мы с мэром Москвы договорились сделать общий подарок нашим дорогим женщинам. 8 марта проезд для них в общественном транспорте и электричках, кроме Аэроэкспресса, будет бесплатным». Конец цитаты. К этой акции уже готовится муниципальный транспорт. По поручению губернатора этот вопрос на рассмотрении администрации находится. То есть, если перевозчики и администрации принимают решение принять участие в этой акции по представлению бесплатного проезда, они принимают участие. То есть, троллейбусный парк наш совместно с администрацией нашего городского округа принял такое решение, что мы принимаем участие в акции по представлению бесплатного проезда. Соответственно, в троллейбусах проезд бесплатный 8 марта. Покупать билеты не нужно будет на автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и пригородные электрички В метро женщин будут пропускать сотрудники метрополитена В автобусы и троллейбусы вход будет свободным На электричках, чтобы проехать бесплатно, необходимо будет обратиться в кассу и оформить пропуск К сожалению, коммерческий транспорт данным не участвует Наше предприятие МУП «Видновский троллейбусный парк» готов 8 марта предоставить право бесплатного проезда всем женщинам Также Андрей Воробьев сообщил, что в несколько подмосковных музеев вход для женщин и детей будет бесплатный Правда, если вы соберетесь в один из них, следует уточнить этот нюанс Например, как нам сообщили в пресс-службе музея-заповедника Горки-Ленинские Так как учреждение является не областным, а федеральным Вход и на его территорию, и на экспозиции останется платным В Подмосковье стартовала акция «Тепло большой семьи» Благодаря которой многодетные семьи региона получат льготные условия на обслуживание газового оборудования в квартире А при необходимости его обновят Такой подарок очень долгожданный, сделали видновчанам-охотинам На кухне у которых теперь совершенно новая плита Детали у Екатерины Коваленко В небольшой квартире охотиных всегда многолюдно, ведь это семья с шестью детьми Но сегодня здесь еще и гости, причем долгожданные Приехали сотрудники МОС «Облгаза» и не с пустыми руками, а с новенькой газовой плитой А еще с радостью и улыбками, так что в доме сразу почувствовалась дружная и очень непринужденная атмосфера Для многодетных семей, у кого от трех детей до пяти, предоставляются льготные условия на замену газооборудования, на замену технического обслуживания По рамках акции, у кого от детей более пяти из регистрированной территории МОС «Области», все услуги окажутся бесплатно Это очень полезная акция, она очень поможет снять многие проблемы многодетным семьям, у которых и так хватает проблем Охотины стали первыми в нашем муниципалитете, кто воспользовался программой «Тепло большой семьи» Всего же обновить газовое оборудование планируется у более чем 200 семей городского округа Сам процесс замены плиты не доставил никаких хлопот, а под чутким руководством специалистов был безопасным и быстрым Прошло всего 20 минут, и вот на кухне уже современная и стильная плита Вписалась идеально Открываем крышечку Спица поджигом уже идет Нажимаете Удерживаете некоторое время и тихонечко отпускаете Теперь у хозяйки дома есть духовка, старая, едва грела А еще удобный электрический рожек, когда о спичках можно забыть Порадовал и красивый стальной цвет, именно такой хотела Юлия Охотина Так что готовить ей будет приятнее и удобнее, и впору подумать о меню Для нашей семьи это очень своевременная помощь Плита у нас была старая, до 20-летней давности Уже там половина функции не работала у нас Но позволить мы себе новую плиту не могли пока Меню станет разнообразнее, наверное, у нас теперь Будем, вот говорю, печь, запекать Напомним, что стать участниками акции может любая многодетная семья, члены которой зарегистрированы в Московской области Нужно лишь позвонить по телефону горячей линии, которую вы сейчас видите на экране Или лично обратиться с заявкой в филиал МОСОБЛГАЗ Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ Продолжение темы Ленинская районная организация многодетных родителей «Наше будущее» отметила пятилетний юбилей На день рождения в историко-культурный центр съехались наиболее активные и большие семьи округа и многочисленные друзья организации Среди гостей была и наша съемочная группа В историко-культурном центре 4 марта было шумно и многолюдно Самые активные и большие семьи округа съехались на день рождения Ленинской районной организации многодетных родителей «Наше будущее» Пока взрослые гости регистрировались и рассаживались по местам, дети участвовали в интересных творческих мастер-классах Пусто делаешь внизу, там нет рисунка, то есть вот так прям приводишь И вот тут вот краешек тоже, что мы не спрячем Поздравить с юбилеем общественную организацию приехало много почетных гостей У нас 2200 семей, уже даже многодетные, мы в этом плане растем У нас 55 семей на территории округа, где 5 и более детей Это тоже для нас, я считаю, большая зона ответственности, потому что мы должны, конечно же, помогать С праздником вам, спасибо еще раз большое Дай Бог здоровья в вашем семье и, конечно же, в наших детях Общественная организация «Наше будущее» возникла в 2013 году Тогда в ее состав входило всего 7 многодетных семей Сейчас в организации их более 300 Но, как уверяет руководитель «Нашего будущего» Александр Дуденков, это только начало Потенциал, он у нас порядка тысячи семей Мы проводим и льготные ярмарки, и раздачи, в том числе, бесплатных продуктов Если мы взять по прошлому году, только летом, мы порядка раздали, порядка 20 тонн овощей Совершенно бесплатно, при том не только многодетным семьям А вообще всем семьям, кто в этом нуждался У нас проводятся всевозможные мероприятия Чем можно заниматься в декрете Прогулки с детьми, всевозможные акции Все очень полезно, и мы стали еще больше куда-то выбирать из дома Также организация помогает детским домам-интернатам в Тульской и Владимирской областях Собирают продукты, одежду и обувь, устраивают различные мероприятия для деток, оставшихся без попечения родителей Активно поддерживают их и другие общественные организации округа Мы уже давно сотрудничаем с обществом многодетных, связывает нас давняя дружба Мы постоянно принимаем участие в различных мероприятиях, организованных этим объединением Многодетные семьи – особые семьи, для большинства из них это осознанный выбор, их философия, их многодетный образ жизни Для меня дети, мои дети – это, во-первых, вдохновение, во-вторых, постоянный стимул какому-то самосовершенствованию и развитию Потому что понимаю, что для моих детей, ну, по крайней мере, я стараюсь быть лучшей мамой Самым активным и большим семьям членам организации вручили грамоты и памятные подарки А затем официальная часть завершилась праздничным концертом Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в серии краж велосипедов Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили личность злоумышленника Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 31-летний местный житель Представьтесь, пожалуйста Дунаев Владимирович, 23-08-1988 года рожден За что вы задержаны? За кражу За кражу чего? Восипеда Ранее вы судимы? Судимы По какой статье? По 158-й Установлена причастность задержанного к совершению трех подобных эпизодов В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации Кража Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Спарт-НК-2 продолжает свой путь на регулярном этапе первого дивизиона Российской женской суперлиги 4 марта наша молодежка сразилась с Курским Динамо Фарм На домашнем паркете Дворца спорта Видное Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой Накануне победив в первом домашнем матче суперлиги одного из лидеров первого дивизиона Курская Динамо Фарм Баскетболистки Спарта НК-2 на этот раз не смогли повторить успех Белоголубые с первых секунд принялись за дело и повели в счете Стоит отметить, что девушки из Курска в целом держали нить игры стартовой четверти в своих руках Второй период вышел малорезультативным Счет на табло менялся нечасто Но даже при такой игре наша молодежка увеличила отрыв Поддержать команду пришли баскетболистки основного состава Они молодые все девочки Первый год некоторые вообще в спартаке играют Поэтому много тут тактики, много Поэтому все привыкают, протираются Я думаю, все получится у них в дальнейшем У каждой большой запас амбиций, навыков И если каждая покажет хоть половину того, что она может То может чудеса баскетболистки на площадке показывать К середине третьей четверти Динамо Фарм окончательно выбилась в лидеры Последовавшее среднее попадание Валерии Харлановой заставило хозяек взять тайм-аут Но помог он спарте лишь отчасти Серия забитых мячей лишь несколько сократила разницу в очках На каждую игру и первой, и второй команды обязательно На сегодня как вам играть? Ну хорошо, жалко, немножко отпустили по счету Но я думаю, выровняют, я верю в нашу команду Навязав Курску серьезное сопротивление в первых трех четвертях второго домашнего поединка Но позволив гостям оторваться на финишной прямой Наши баскетболистки не сумели повторить итоговый успех И уступили Динамо Фарм со счетом 44-61 Следующие два матча первого дивизиона женской суперлиги Спартент К2 снова проведет на домашнем паркете 7 и 8 марта наша молодежка сыграет против клуба «Казаночка» Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ На сегодня новостей больше нет Желаю вам всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова